Восвитая служба информации телерадио компании Гомель. У студы Наталья Игнатенко. Добрый день. Сегодня в Гомеле начала работу выстава «Кермаш бизнес» в регионах. Свою продукцию представили предприемства Беларуси, России, Украины и Вьетнама. А прочь того, коляста представников деловых колов и дипломатичных миссий за 11 краин света принимают дело в так званых «бизнес днях», на яких обмерковываются перспективы активизации супрационерства в разных сферах. Олег Сентяров с подробностями. Международная выстава «Бизнес у регионах» и «Бизнес дни», которые проводятся в ее рамках, по отсутствии завершаются цикл международных мероприемств, которые сегодня прошли в Гомельской области. Экономичный форум, Конгресс свободных экономичных зон по Вночной и Усходной Европы, Белорусско-Польский форум, контактно-кооперационная биржа за представниками Китая. И вот теперь новые сустречи и новые перспективы супрационерства. У першиню в выставе «Бизнес у регионов» принимают удел предприемства Вьетнама. Необходно, кажуть, продемонстрировать свои лепшие товары и обмерковать максимум шляхи новых взаимных поставок. Взаимно выгодно между двумя странами. Я так думаю, что количество уже высокое, потому что у нас есть шанс, высокий шанс для сотрудничества во всех областях, в том числе экономики. В Гомельском отделении Белорусской Гонлево-Промысловой палаты, которая является организатором выставы, подкресливаюсь. Головная задача – продемонстрировать реальную мягчимость региона и допомогать предприемствам и приватным предпринимателям найти новых партнеров во всех глинах. Всего лета свою продукцию на выставе «Бизнес у регионов» представили больше 50 предприемств у разной формы властности. Ассоциумент весьма широкий, от электротоваров до будовельных материалов. В Гомельском отделении Белорусской Гонлево-Промысловой палаты Приморско-Гаранской в области Хорватии, например, кожу, означали высокую якость белорусской харчовой продукции и огучили планы по ее набытию в промысловых масштабах. Мы хоть и маленькая страна, но мы большие потребители продовольствия, потому что наша страна в основном туристическая и имеем очень много туристов. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». У Гомеля на базе Республиканского навуково-практичного центра радиоцинной медицины и экологии человека отбылось и посаджение Президуума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. Его дельники ознайомились с работой центра, так само доведались об выполнении договора по межнаймальникам и прационным коллективам. Сегодня центры оснащены самым сучасным обсталяванием. Больше, как тысяча специалистов, оказывают полный комплекс медицинских послуг. Дорога, значная частка пациентов – грамадяне замежных краин. Так само визитеры утекавила деятельность первичной профсоюзной организации в опыт супрацовниства с администрацией. Як один из остановочих прикладов, половую кошту харчевания супрацовников компенсует наймальник. А кроме того, коллективным договором продугледжен механизм выращения жильевых проблем, медицинское обслухование персоналу, оказание разных видов материальной допомоги. В нашем центре сложен прекрасный тандем социального партнерства между нанимателем и профсоюзной организацией. Мы чувствуем постоянную поддержку и взаимопомощь. Поддерживаются молодые специалисты. Работники могут проходить обучение иностранного языка, в частности английский язык, бесплатно. У нас огромное внимание уделяется охране труда. Здесь действительно очень много уделяется организации труда, формированию социального пакета через все направления, включая в том числе и физическая культура, в том числе и вопросы, связанные с отдыхом, здравоохранением. Конечно, это вызывает уважение. То есть мы хотели бы, чтобы подобные по крупицам, собирая вот такие хорошие примеры, и все-таки популяризировать. Протягиваем выпуск. Гомель станет первым областным центром Беларуси, в кинотеатрах якох можно будет увидеть выступления артистов с усветно-вядомых коллективов. Правда, только на экране, зато и в режиме реального часа. И это не одно новое уведение, которое укоронается в местных кинотеатрах. Чем плануется сделать ледачоу, доведались наши корреспонденты. Кинотеатр «Юбилейный» у Гомеля самый молодым. Его открывали до Олимпийских гульня 1980 года. Правда, празд некольких годов высветлилось, что с материальной кропки гляджения утримливать его совсем не танно. Сегодня у Гомеля в уголе застались только три державные кинотеатры. В коммунальном унитарном предприемстве «Кинотаур» погаджаются. Это не вельми шмат. В оселях им разе еще хотя бы две установы лишними не будут. Хоть по великим рахунку, колькасть сегодня не самая головная. Глядача у кинотеатра необходимо притягивать нечем незвычайным. У Гомеля, например, уже заплановали показы некольких культовых постановок. Например, у кинотеатра «Имя Калинина» из Нью-Йоркского театра «Метрополитен», у «Миры» из Парижского глобуса на широком экране и у прямой трансляции. Прямой идет сигнал. Мы его принимаем и транслируем на наш экран. Таким образом, зритель у нас может посмотреть, не всякий может поехать в Париж посмотреть «12 ночи». А именно вот такая великолепная картинка, великолепные костюмы, сама обстановка театральная – это нечто. Я думаю, что наш зритель, который придет, останется доволен. Киновидопрокатчики признаются, сегодня притягивать глядача вельми не просто. Некоторые пиратские копии, нехай и не вельми высокой якости, в интернете заявляются ранее, чем у кинотеатрах. Иншая справа, что аматоров поглядеть кино на широком экране у Гомеля не так уже и мало, а тому отмавляться от новинок у Гомель киновидопрокате не сбираются и робят сталку на сусветные премьеры и своего глядача. Того именно круга зрителей, устойчивого круга, который уже, наверное, в городе Гомеля насчитывает несколько тысяч человек, которые предпочитают смотреть кино именно в кинотеатрах. И уже кино на компьютере не воспринимают. Вот именно на таких людей мы ориентируемся и строим нашу работу, чтобы круг этих людей был как можно шире. Олег Сентюру, Олеся Рудянкова, Яугин Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Размова об перспективах развития белорусской киноиндустрии поедесене в черговой программе «Диалог» телерадиокомпании «Гомель». Гостем студии станет генеральный директор коммунального унитарного предприемства «Гомель киновидопрокат» Александр Лаурененко. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-2» в 18.10 хвилин. Онлайн-трансляция доступна на сайте www.tvrgomel.by. Свои питания вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона промога эфира «Угомели» 77 68 45. У Гомельским областным музеем военной славы открылась выстава «Першая и другая сусветная войны» о артефактах, документах и фото. Усе представленные тут раритеты презентовал гомельчанам член Международного союза коллекционеров и Гомельского городского клуба коллекционеров «Юнона» Валерий Грымашевич. Йон – аутар 10 персональных выстав и коллекционер с 60-годовым стажем. У его коллекции больше, как 70 накерунков – филателия, фалерыстика, нумизматика, банистика и многое іншее. На выставе у Гомельским областным музеем военной славы представлены каштовные экспонаты «Часов Першой» и «Другой сусветных войнов». Среди них документы, фотосдымки, иконы, гадзинники, марки, рамяни, партсигары, приборы для галения и іншие раритеты. Усе гэта особистая речи солдат и офицеров. Выставка посвящена памяти этих людей. Пока у нас будет память жить в душе, мы будем духовно богаты, у нас страна будет устойчива, и мы будем, так сказать, любить свою родину. Здесь вот эти вещи, они как бы биополе излучают определенное, тех фронтовиков, и часы, допустим, и бритвы опасные, там приемники, детекторные, партизан. И на гэтым выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до новых встреч в эфире.